Ну, наш министр культуры, Путин, все вдруг увлеклись историей. И, ну, считается, что такая единая история, она создаст единую нацию. Но здесь важно что? Что, в общем-то, эта сама идея единой истории, она не нова, скорее, наоборот, стара для нас. И, да, наверное, факты какие-то, чем больше мы узнаем фактов, чем больше они становятся общим местом, тем лучше. Но основная проблема, что они еще хотят немножко эту историю приукрасить. То есть их не устраивает, да, нет ни одной страны в мире, у которой не было бы темных страниц прошлого. Посмотрите, Америка, в которой сейчас президент черный, но у них же было время, когда было рабство. Было время, когда женщины не могли голосовать, да, а сегодня они борются за права, за равные права женщин. Вот. То есть, и они не прячут, они не говорят о том, что давайте не писать в истории, что у нас когда-то было рабство, да, давайте... То есть, а наши хотят сгладить. То есть, Иван Грозный был не Грозный, а Сталин был не убийца, да, и не было этого террора сталинского. То есть, они хотят все сгладить. Это, конечно, серьезная проблема. Мне кажется, что сейчас, наоборот, так как было многое сокрыто, нужна множественность историй. Каждый небольшой поселок имеет свою историю. Интернет дает уникальную возможность сейчас создать много историй, полноценных историй. И они могут где-то разниться, где-то не биться. И постепенно вот это вот соединение разных историй, разных городов, разных людей, наверное, сделает какое-то представление о таком историческом пути. Но если мы будем вот в погоне за этой ровной, за этой одной историей, значит, вычеркивать каких-то людей... Вот мне рассказали, ну, фактически анекдотический случай, значит, новейшая история, 2000-е годы. Значит, вот там она как-то создана, там есть какой-то список людей, я там есть. Там через некоторое время большая дискуссия взяли и вычерпнули. То есть, вот они пытаются как бы эту историю под себя. Ну, понимаете, ну, вот сейчас эти люди, через 10 лет там придут другие. И что, эти другие тоже ее переделывают под себя, да, это получается история. Поэтому я бы... Просто мне не нравится вот этот ажиотаж. Они считают, что история – это какая-то инструмент, какая-то дубинка, с помощью которой они смогут решить какие-то свои личные вопросы. Но как только она появится в руках других людей, да, то есть надо же иметь в виду, они тогда постараются этой же дубинкой, значит, огреть по головам тех, кто сегодня, значит, да, там, условно говоря, представим себе, что через какое-то время у нас появляется новый, там, более либеральный президент. И он поставит себе задачей показать, что, там, Путин был злодей. И возьмет и начнет стирать те, там, первый срок Путина, в общем-то, я считаю, достаточно прогрессивный был. И, в общем, он сделал, там, остановил войну в Чечне. То есть он сделал какие-то важные шаги. И они возьмут и начнут вот эти позитивные, значит, куски изымать для того, чтобы образ Путина был такой цельный, такой чистый черный, черный злодей, да, чтобы никакие позитивные вещи туда не вкраплялись. Поэтому надо, как бы, просто, раз вы занимаетесь историей, поймите, что это такой исторический процесс. Вот. И если вы хотите, чтобы те, кто придут после вас, не пытались, как бы, изменять вашу биографию, не изменяйте биографию других.